Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Шавуатов! Хорошая неделя. У нас осталась последняя неделя. Мы заходим в праздник Песах. Заходим мы в Песах. И получается, что следующий Шаббат уже вечером начинается Песах. Это не Новый год, это самый главный, можно сказать, день вообще в еврейской истории, в истории народа Израиля, исход из Едипта, когда Бог вывел еврейский народ из Едипта для того, чтобы дать Тору. Это главный вообще день проявления Всевышнего в этом мире, когда Он вывел целый народ, сделал его народом священников, дал Тору. То есть это было проявление Всевышнего самое главное. И мы к нему приближаемся. Вот сейчас это будет как раз то же самое влияние. Мы как поезд, мир как поезд, который въезжает сейчас вот в это время. Это полнолуние, это будет время полная луна, 14-го числа месяца Ниссан. И мы въезжаем прямо в этот день. Да, Миша, привет, как раз, слава Богу. Интересно, что 11-го Ниссана, 11-го Ниссана, то есть получается где-то в середине недели, это день рождения Любавического Рэбе. Это человек, который за последние поколения сделал огромное влияние духовное, позитивное на этот мир, привел много святости. Можно сказать, что часть его влияния, это то, что я стал религиозным, изучая, это тоже он повлиял и на меня, я изучаю его книги. И это очень такая важная сейчас неделя, важная неделя в духовном плане, как заново родиться. То есть есть разные влияния, например, Роша Шана, Новый год, который в седьмом месяце в Тишере. Это день суда, судный день. То есть здесь судятся преступления, заповеди и так далее. Песох – это не судный день, это новый день, это как взлет такой, как переход на новый уровень, начало вообще нового пути обновления, такое стопроцентное обновление. И именно такое влияние, вот мир входит в влияние, такого духовного взлета. И тот, кто к этому готов, и тот, кто этого хочет, тот, у кого есть намерение выйти из плена, из тюрьмы, вот этих вот своих материальных и духовных ограничений, как раз сейчас самое время выйти, начать новый цикл, выйти на свободу, на свободу от ограничений. Да? Все, шавуатов. Хорошо. А мы сейчас заканчиваем вступление книги Хавицхайема, вступление этой книги. И последнее, что мы сейчас должны изучить – три проклятия, которые есть в Торе на тех, кто говорит злоязычие и сплетние. То есть мы изучили запреты Торы, которые нарушает тот, кто говорит злоязычие и сплетние. Это 17 запретов. Мы изучили 14 повелевающих заповедей, которые нарушают тот, кто говорит злоязычие и сплетние. И сейчас мы еще изучим три проклятия, которые есть в Торе. В книге Дворим есть в 27-м отрывке. В книге Дворим – это четвертая книга Торы, где повторяется вся Тора. Есть момент, когда весь народ Израиля стал вот так вот на двух горах. Есть гора Гризим и Иваль. По-моему, оно называется. Да. И вот они стали на этих двух горах, и они произносили проклятия. Весь народ говорил Амэнь. Там были и благословения, и проклятия. И вот есть там три проклятия, которые прямо касаются того, кто говорит лажанара. Говорит нам Хафицхая. Кроме всех запретов Торы и невыполнения повелевающих заповедей, о которых мы говорили, также нарушает он такое проклятие, как проклят, бьющий ближнего своего втайне. И это как раз говорится о тех, кто говорит злоязычие. То есть проклят тот, кто бьет ближнего своего втайне. Такое проклятие имеется в виду смысл злоязычия. Значит, откуда мы знаем, откуда мы это знаем. И также он продолжает. Сейчас, секунду. Тогда получается четыре, четыре из проклятия, а не три, четыре. Я ошибся. Значит, дальше он объясняет этот момент. И оно очень хорошо понятно, да. Почему ты слепого как бы бьешь втайне. Вот смотри, у меня был в эту субботу один такой момент. Вот мы сидим, субботний стол, сидим мы за субботним столом. Меня не было год почти в Тиеве. И сидим мы за субботним столом. Зашел разговор про одного человека. Я говорю, я что-то давно не видел этого человека. И мне начинают рассказывать какую-то историю. Я понимаю, что мне сейчас расскажут историю, в которой я узнаю про этого человека что-то плохое. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Не надо про него говорить ничего плохого. Вообще не надо мне тогда эту историю знать. По большому счету, какая мне разница. То есть я его, мне же с ним, есть такая шутка, она очень такая смешная, что мне с ним детей не крестить. Да, потому что я еврей же, религиозный. Мне детей не надо крестить. Мы детей не крестим. Мы делаем обрезание. Но мне с ним даже и обрезание не надо вместе делать. То есть у меня, в принципе, с ним нет никаких дел. У меня нет к нему никаких каких-то... Ну, просто вот я спросил про этого человека. Если бы мне сейчас рассказали что-то плохое, получается, что тот, кто рассказывает что-то плохое о нем, то он как будто бы, он его бьет ближнего, а он его как бы, ну, друг его, приятель. И если бы он мне рассказал что-то плохое, то он как будто бы его в этот момент бьет в тайне. Ну, я, слава Богу, что вместе с вами мы изучаем эту книгу. Я говорю, стоп-стоп-стоп, не рассказывай. И мне так приятно, весь шаббат мне было на сердце хорошо. Я думаю, вот как классно, что я не услышал ничего плохого. Как хорошо, что я не спровоцировал его на то, чтобы он рассказал что-то плохое. Как хорошо, что вот прям, знаете, я почувствовал, может быть, это было усилено шаббатом, но когда-то, а мне интересно было, я вам честно скажу, мне так было интересно, то есть понятно было, что там какая-то такая история непростая. Но я думаю, я лучше воздержусь. И, слава Богу, я так доволен, что воздержался от того, чтобы услышать. И в этот момент Хапецхайм говорит, что есть еще одна клятва, там же, в книге Дворим. Там же написано, Арур проклят Машге Ивер Бадерек, тот, кто сбивает слепого с пути. Проклят тот, кто сбивает этого, слепого с пути. Теперь получается так, что если бы я вот этого парня спровоцировал на рассказ, раз, а он не учит, например, Лашонара, он не учит, он как бы, ну, в синагогу ходит, но не все, кто ходят в синагогу, вообще понимают и учат Тору. Есть люди, которые одеты как религиозные, есть люди, которые выглядят как религиозные, но они вообще не религиозные, такое тоже бывает. И, значит, получают, а есть, которые знают что-то, есть, меньше знают, есть, неправильно понимают. И, в общем, получилось, что если бы я попросил его рассказывать, то я бы его спровоцировал на то, то есть я бы еще нарушил, получил бы на себя же, получается, понимаете, что проклят тот, кто сбивает слепого с пути. Когда ты слепого, не знающего, ты провоцируешь на нарушение, то это проклятие из Торы, да? Теперь дальше. И он, кстати, Хабицкайм говорит, что как раз есть еще и запрет в Торе, кроме проклятия, есть еще прямой запрет. Перед слепым не делай препятствия. Лифнееверальтитэнмикшоль. То есть нельзя делать перед слепым препятствия и провоцировать его на нарушение. Теперь дальше. Следующее. В третьем пункте пишет Хабицкайм, что вы им хасвэ шалом, он пишет. Хасвэ шалом это такое выражение, вот если вы в религиозном мире вращаетесь, то вы можете услышать такое выражение хасвэ шалом. То есть не дай бог оно так переводят по смыслу. Да, я, кстати, интересно, мне надо спросить, почему говорят именно хасвэ шалом. Я узнаю, я не знаю, никогда не вдумывался в смысл этих двух слов, потому что дословно хас это как, не знаю даже, я даже не знаю этого перевода слова хас. Хасвэ шалом и шалом. Но по смыслу всегда не дай бог. Если не дай бог, говорит Хабицкайм, если вот эта вещь, говорит Лошанарад, для человека стала эвкером, эвкер это, ну, он этим, он пренебрегает этим. То есть он говорит спокойно, он злоязычие использует, он ругается, передает сплетни, и это для него стало его природой, как бы, да. И он не хочет от этого остерегаться. Так он также еще и третье проклятие на себя берет, да. То есть ему относится третье проклятие, которое было произнесено на горе этой Ивале Грезим. Проклят тот, кто не устанавливает слова Торы эти, чтобы их делать. То есть, когда они стали, весь народ Израиля стали на этих горах, и когда они повторяли вслед за Машеробейну эти проклятия и эти благословения, там есть и проклятие, и благословение, то одно из них было, что проклят тот, кто не принимает Тору. То есть на все поколения, еврейский народ, те, кто получили Тору, у них была огромная духовная сила, они были пророки, они все стояли у горы Синай, и они слышали, я Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, чтобы быть твоим Богом. И они слышали, не будет у тебя других Богов, кроме меня. И они видели Машеробейну, они пережили 10 казней, они проходили сквозь море, которое раступилось, и когда они шли по морю, они говорили, Зекилий, это Бог мой. И Ван Веу, и Ван Веу, это как сокращение, я и он как одно целое, то есть они были на ступени пророчества больше, чем потом пророк Ехестель. И вот они все собрались после этого, и они сказали, проклят тот, кто не установит слова Торы, это для того, чтобы их выполнять. И получается, что тот, кто отрицает, то есть мы изучили это, понятно, 17 запретов, 14 повелевающих заповедей, 4 проклятия. Но тот, кто говорит, мне на это все равно, я буду говорить лошонара, я буду говорить злоязычи, я буду говорить сплетни, он на себя получает вот это вот проклятие, которое сказали Бнея Среэль, который сказал народ Израиля, который получил Тору тогда, что проклят тот, кто не принимает на себя Тору. То есть тот, кто говорит, это я буду соблюдать, а вот это я не буду соблюдать. Причем лошонара, злоязычи, это, как мы уже понимаем и знаем, это основа изгнания. Например, храм разрушен за беспричину ненависти друг к другу. Изгнание длится уже 2000 лет за беспричину ненависти друг к другу. Ну то есть это страшная вещь. И тот, кто говорит, я буду это делать, уже зная о том, что это запрещено, он продолжает это делать, то на него есть еще проклятие, которое мы сейчас сказали. И есть здесь еще один, он говорит, пункт, что тот, кто, не дай Бог, говорит злоязычие на папу и на маму, также он нарушает четвертое проклятие, которое там же написано, проклят макле авива ему, проклят бьющий папу и маму. И значит тот, кто бить, это не обязательно физически, бить это можно и словами. Кстати, интересно, что в очень есть вот этот вот запрет, там в Торе отдельно написано, что тот, кто бьет родителей и остаются там синяки, то там на него вообще тоже проклятие и так далее, то запрещено делать родителям даже уколы. То есть те, кто религиозный еврей, знают, что даже нельзя, потому что ты случайно делаешь как синяк, или рану, или ссадину, и не дай бог это как бы сработает. Хорошо, вот мы изучили еще четыре проклятия, и теперь нам понятно уже окончательно, насколько это важно, остерегаться от злоязычия. Дальше идет вся книга, видите, мы прошли вот столечко, это было предисловие, а нам еще осталось вот столько. То есть мы там десятую часть. Мы десятую часть в предисловии поняли всю важность этого аспекта, этой темы. Говорить злоязычие, не говорить, как говорить. А дальше идут конкретно уже законы. То есть мы глобально поняли, насколько это важно, а теперь осталось нам в всю книгу понять в каждой конкретной ситуации, что значит закон, когда можно говорить, когда нельзя, что является злоязычием, что не является, что является сплетней и так далее. То есть тут на каждом конкретном примере мы узнаем, узнаем. Но покаместь, я вам так скажу, что покаместь лучше, конечно, вообще избегать любых негативных разговоров о других людях, избегать высказываний негативных о других людях, потому что если мы рассмотрим вот вокруг то, что творится, вот даже сейчас давайте рассмотрим ситуацию, простая иллюстрация, да. значит, задают вопрос президенту США про Путина, да. И он говорит, он там говорит, его назвал, как назвал, да. Посмотрите, какой поднялся, какой поднялся шум вокруг всей этой истории, да. Одно его слово. Да, он говорит, он такой. Так, послушайте, любой президент, он по определению, он убивает людей, он подписывает смертные приговоры, он посылает солдат на войну, он управляет полицией, да. Это президент, это президент, премьер-министр, исполнительная власть, которая отвечает за то, чтобы в стране был порядок. То есть, понятное дело, если ты управляешь службами безопасности, разведкой, армией и так далее, то президент, он по определению, это главнокомандующий армии, а человек, который идет главнокомандующий в армию, так он что, как бы, он в этот момент не подписывает себе билет на войну, он подписывает себе билет на войну, то есть, тот, кто назвался президентом или премьер-министром, он конкретно подписал себе право, не право, обязанность убивать людей. Это обязанность. То есть, он даже в какой-нибудь стране, которая, ну там, самая миролюбивая страна, но не дай бог, если захватили заложников, и он посылает спецназ, и спецназ убивает невинных граждан, кто ответственный за эту всю операцию? Главнокомандующий. Теперь, но когда даже правдивая информация, которая правда, она произнесена вслух, то она обижает, то есть, она реально человека обижает. Вот в этом смысл Лошонара. Лошонара это не обман. Лошонара это правда, которая обижает, начинается конфликт, скандал и так далее. То есть, мы видим, как эти законы работают. Теперь, опять же, человек, который хочет в этом разобраться. Вот тут, я знаю, сейчас я со многими людьми, кто слушает этот рок, разговариваю, и есть такое, как бы, желание, а может не изучать, может быть, зачем мне это знать? Типа, меньше знаешь, лучше спишь. Но мы же видим, что не лучше спишь. То есть, это духовные законы, которые работают. Если ты не знаешь, как это работает, ты это нарушаешь неосознанно, а отдача-то идет осознанно, то есть, это же, это жизнь. Поэтому, в предисловии, мы изучили важность, невероятную важность изучения этих законов. И я думаю, что в ближайший год нам есть чем заниматься. Я лично очень рад, что начал изучать глубоко эту книгу. Надеюсь, что, я уже чувствую, как внимание к словам, когда ты начинаешь думать, что сказать, когда ты начинаешь выбирать слова и намерение твое не обидеть, потому что ты понимаешь, от этого зависит твоя жизнь, твой успех, твое благополучие, психическое, психологическое, финансовое, здоровье, то в момент, когда ты начинаешь шумер пиво лошано, тот, кто сохраняет свой род и свой язык, шумер митсарот навшо, это сказал мудрейший звездец, царь Соломон, он сохраняет от сарот, от страданий, от неприятностей свою душу. И я уже заметил по себе, вот мы уже учим почти там несколько недель Аллахот лошанора, у меня стала намного сильнее сила молитвы. Сила молитвы, почему? Потому что, когда ты осознанно, внимательно начинаешь выбирать слова и думать о том, как словами не нарушить волю Всевышнего, то получается, ты каждым своим словом, произнесенным или непроизнесенным, то есть я вчера вот очень на примере вот этого шаббата, когда я вам рассказал, что я воздержался от того, чтобы спровоцировать другого на произнесение злоязычия и сплетен, и себя и остальных спас от того, чтобы услышать это, то я реально почувствовал прямо внутри огромная волна такой вот святости и такое хорошее состояние. Вот, поэтому очень это важно. Особенно это важно сейчас, вот в эту неделю, последняя осталась неделя перед Песохом, потому что главная заповедь, повелевающая заповедь вот этой ночи, пасхальная ночь, да, ночь Песоха, это пасхальная года, это рассказывать о исходе из Египта. И так как она связана тоже с речью, то тот, кто за эту неделю успеет очистить свою речь от того, чтобы говорить злоязычие и сплетни, то у него будет огромная сила в его вот этой вот рассказе о исходе из Египта. Нужно в эту ночь рассказывать о исходе из Египта, даже если ты сам находишься, даже если ты сам надо себе рассказывать. Мой учитель Равицких Зильберзе, хранатся Дегли Враха, он как-то встречал Песох, он был учителем, и он работал в село 10 километров от Казани, и как раз он был на Песах там, и он сам себе рассказывал про вот эту пасхальную году, вслух надо рассказывать, даже если ты сам находишься, но если ты не сам, то лучше прийти в, я не знаю, как, в том месте, где вы находитесь, найти, где есть пасхальный седр, и в эту ночь рассказывают, как раз вспоминают о исходе из Египта, рассказывают о исходе из Египта, и выполняют этим повелевающую заповедь из Торы вспоминать о исходе из Египта в эту ночь. Дальше есть повелевающая заповедь, еще очень сильная, важная, это кушать мацу, в эту ночь скушать определенное количество, и на портале ВАИКР, если вы зайдете к нам на сайт, то есть отличная, отличная, есть прям пошаговая инструкция Рафинка свышествий сделал пошаговую инструкцию, как в этом году праздновать Песок, начиная с подготовки к Песоку, пятница, это подготовка, в этом году Песок заходит сразу после субботы, поэтому на субботу нельзя готовиться, так как суббота это суббота, и поэтому надо в пятницу все подготовить, есть пошаговая прям инструкция, зайдите пожалуйста на ваикра.ком, и там вы увидите прямо статья, можно ее скачать, это очень важно, подойти к Песоку правильно, все, и как раз у нас есть возможность начать новый год, новый, прямо с Песок, это как переход на новый уровень, и если на этом новом уровне мы начнем с того, что будем сохранять свой род и язык от злословия и лошанары, то будет этот год просто годом духовного подъема, и подъема во всех сферах, благословения во всех сферах, все, всем удачи, успехов, хорошей недели, хорошей подготовки к Песоку, с завтрашнего дня начинаем изучать уже Аллахот, законы, начинаем изучать прямо Илхот и Сурейла, Шонарас, законы, Аллахот это прямо вот прям пошаговый, что делать, что не делать, как делать, все, всем хорошего, прекрасного дня, шавуатов, хорошей недели и встречаемся завтра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok